13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В микрофоне сегодня работает Светлана Занько. О своё особое мнение высказывает член общественной палаты Кировской области Андрей Березин. Добрый день. Добрый день. Вот я хочу тебя ещё представить как члена общественного совета по твёрдым коммунальным отходам при администрации города Кирова. Это важно, потому что о создании этого совета говорили давно, что необходим общественный контроль в работе Куприта. И изначально такой совет общественный планировалось создать именно при Куприте, региональном операторе по ТКО. Теперь мы видим, что этот совет называется Советом при администрации города Кирова. Что произошло? На самом деле, эта формулировка произошла по инициативе как раз членов совета. Что такое Куприт? Куприт – это акционерное общество. Общественный совет при акционерном обществе – это уже совсем без какого-либо статуса. Администрация города – это всё-таки орган, который при этом является ключевым акционером компании Куприт, который является, по сути, формирующим стратегию компании Куприт, акционерного общества Куприт. Поэтому это, скорее всего, была просто инициатива членов совета для того, чтобы придать хоть какой-то статус этому совету. Потому что, по большому счёту, этот общественный совет какого-либо юридического статуса не имеет. И насколько он будет эффективен, принесёт ли он вообще пользу, сформировавшись, наверное, в большей степени зависит от тех людей, которые туда зашли, от каждого из них, от какой-то активности. И задача основная этого совета – всё-таки не принимать решения за, рекомендовать принять эти решения, а попытаться выстроить диалог между обществом, между жителями города и области и теми организациями, которые сейчас у нас отвечают за реализацию мусорной реформы в Кировской области. — А вот ты сказал очень важно, кто вошёл в этот совет. Первое заседание состоялось в понедельник. Я тоже вхожу в этот совет, но я не смогла присутствовать, потому что были эфиры. Я надеюсь, что в дальнейшем в другое время будет назначено заседание совета. Если нет, мне придётся выйти оттуда, и тогда нет одного представителя СМИ там не будет. Ну, я надеюсь, что всё срастётся. Поэтому я не очень представляю, кто в итоге вошёл вот в этот самый совет. Насколько я знаю, и ты до последнего сомневался, что ты будешь в этом совете. Хотя желание такое было озвучено тогда. — Ну, Светлана, вошло пока 15 человек. Я так понимаю, что есть ещё несколько заявок, и, наверное, количество будет ещё чуть больше. Ну, там, до разумных пределов. Если по персоналиям, не хотел бы говорить, но если по статусу, там несколько депутатов городской думы, есть представители законодательного собрания, есть представители городской администрации. — Но некоторые всё-таки нужно назвать фамилии. — Ну, если мы говорим о представителе городской администрации, то по инициативе Совета Илья Вячеславович Шульгин туда... — Шульгин входит. — ...вошёл, да. То есть Симаков Вячеслав, это глава Носперомайского района. — Вячеслав Николаевич Симаков. Наши слушатели хорошо его знают. — Да. То есть от компании «Куприд» несколько человек. Это директор и замдиректора, соответственно, Андрей Вячеславович Левензон, Михаил Шихов, депутаты городской думы. Возглавил совет Роман Градж-Титов, вице-спикер ЗАГС собрания. Несколько общественников туда вошло. Это тот же вот инициатор митинга по поводу мусора Семенищев Валерий. — Да, да. — Ну, вот. Кто там у нас ещё? — Светлана Занько, Андрей Усенко от общественной палаты туда вошёл. Ну, то есть состав такой очень разнородный. Есть представители, скажем так, всех сторон. Есть представители и общества, есть представители и, скажем так, тоже общества, но в то же время госслужащие. — И есть представители владельцев, собственно, предприятий, которые так или иначе аффилированы с «Купридом». — Ну, и «Куприд» — это тоже, по сути, акционерное общество. То есть там не стопроцентная доля в администрации города. То есть там есть и частные инвесторы. — Какие вопросы разбирались на первом заседании? — Ну, на первом заседании мы вообще пытались понять, что это такое, как это будет работать. То есть определили там председателя, зама его, определили секретаря, определили примерный перечень вопросов и как сейчас там мы будем собираться. То есть из таких конструктивных решений, которые там обсуждались, принимались, вот у нас первоочерёдно был вопрос по поводу частных контейнеров, которые сейчас там компания «Куприд» и их подрядчики перестают обслуживать или требуют за это дополнительные какие-то, скажем так, вложения, дополнительную плату. Вроде бы увидели какое-то понимание, на следующем совете вроде бы там должны дать какое-то решение, каким образом, скажем так, эти контейнеры, которые были поставлены, частные контейнеры легализуются и как с ними будут работать компании-перевозчики. А так, по большому счёту, я думаю, что все вопросы, которые будут возникать по поводу мусора, мы будем там обсуждать, пытаться найти какое-то решение, выгодное в первую очередь для жителей города и области. В каком режиме будет работать вся эта комиссия? Ну, мы постараемся как можно чаще собираться, то есть пока мы наметили, что вот в феврале месяце, в начале марта будет уже следующее заседание. То есть порядка недели-двух, не больше будет этот перерыв, по крайней мере на старте, для того, чтобы понять, зачем это всё и что мы будем с этим делать. Ну, ты считаешь, что такая площадка, она не бесполезна? Потому что достаточно много общественных организаций этим занимаются, есть общественные палаты, общественный совет при Министерстве экологии, при Министерстве ЖКХ, да, вот разных всяких полно организаций, экологические организации и прочее. Полезна эта площадка, не бесполезна, наверное, только время покажет. По крайней мере, мы видим сейчас, что, ну, есть проблема, есть вопросы, которые требуют решения. Надо их решать, потому что, ну, общественный резонанс достаточно серьёзный. Люди должны, они надеются на справедливость. То есть насколько та система, которая сейчас справедлива и несправедлива, то есть надо это понять, и что можно изменить в ней для того, чтобы она стала справедливее. Ну, вот, судя по митингу, который прошёл в минувшие выходные, в воскресенье, организатором которого являлся как раз Валерий Семенищев, глава общественного совета старших по домам, там приняли участие и многие партии, в основном оппозиционные, Единой России там не было. Порядка полутора тысяч человек собрал этот митинг, в отличие от предыдущего, где было 150, в 10 раз больше, буквально за неделю увеличилось количество людей по тем же вопросам. Так вот, это свидетельствует о том, что ты говоришь, что резонанс есть очень серьёзный на эту мусорную реформу. В резолюции, которая была озвучена здесь у нас в эфире, сразу после митинга, в дневном развороте, есть один пункт. Требуют митингующие заморозки мусорной реформы в Кировской области. Одновременно Илья Вячеславович Шульгин, сити-менеджер, говорит, что это хорошо, что люди выходят на митинги, мы будем общаться, мы будем слушать, мы будем что-то менять. И наша задача сказать людям, чтобы они не воспринимали мусорную реформу, как нечто замороженное, незыблемое, она может меняться. Так вот, это значит, что Илья Вячеславович Шульгин считает, что мусорная реформа должна развиваться, и в процессе её внедрения, прислушиваясь к гражданам, можно вносить изменения. Вот ты на чьей позиции находишься? Ближе к кому? К тем, кто требует заморозить мусорную реформу на территории Кировской области, проработать и потом снова запустить? Или всё-таки она запущена, и пускай она работает, и в процессе её работы можно вносить поправки? Ну, во-первых, если мы возьмём эту резолюцию, там было порядка десяти пунктов, и большинство из них противоречат друг другу. То есть там есть пункт один, там фактический сбор мусора, второй пункт с квадратного метра, там заменить на количество жильцов, прописанных в квартире или в доме. Там есть третий пункт заморозка. Наверное, это, скажем так, власти предоставлен выбор, каким путём можно пойти, чтобы требования митингующих удовлетворить. То есть замораживать мусорную реформу сейчас, наверное, неправильно и неправильно, это невозможно, потому что сейчас есть определённая система. Заморозив её, сейчас мусор просто вывозиться не будет. То есть вносить изменения в эту реформу, ну, моё мнение, нужно, потому что мы должны прийти к справедливости. То есть вот этот спор, это моё субъективное личное мнение, вот этот спор, который сейчас есть, квадратные метры, там, или количество прописанных. Да обе системы несправедливы абсолютно, потому что они в этом случае, в любом случае, кто-то будет платить больше, чем он создаёт мусор, а кто-то будет платить меньше. Единственная справедливая система, если мы говорим про нормы накопления, про объём мусора, это только вывоз по факту, и к ней надо стремиться. Нужно подумать, как мы к ней придём. Потому что самый главный плюс в том, что вывоз мусора будет считаться по факту, это даже не только то, что, ну, люди будут платить за реальный объём мусора, а то, что это приведёт к тому, что всё-таки появится мотив сортировать этот мусор, потому что есть жилой дом. Они понимают, что от количества мусора в мусорных баках будет зависеть, сколько они в месяц заплатят. Они могут самоорганизоваться и начать сортировать там пластик, стекло, картон, бумагу. Мало того, что объём мусора уменьшится в разы, и это затраты, соответственно, на этот дом. Это всё сдаётся на этом всём. И это ведь главная цель реформы, как нам было озвучено. Можно зарабатывать сейчас, что при квадратных метрах, что по количеству, мотивации этим заниматься нет. Потому что платить ты будешь ровно столько же, вне зависимости от того, будешь ты этот мусор сортировать или не будешь его сортировать. Прервёмся на полминуты, продолжим разговор с нашим гостем Андреем Березиновичем, членом общественной палаты Кировской области, членом общественного совета по твёрдым коммунальным отходам при администрации города Кирова у нас в гостях. Через полминуты снова здесь. Действительно, программа «Особое мнение» продолжается. У микрофона работает Светлана Занькова. «Особое мнение» сегодня высказывает Андрей Березинович, член общественной палаты по Кировской области. И, так чтобы запомнилось уже, всем членом общественного совета по твёрдым коммунальным отходам при администрации города Кирова. Мы продолжаем про мусор. На самом деле, вот какая история. Здесь в особом мнении у нас был Фёдор Сураев. Я его спрашивала, как сказала эта мусорная реформа на его предприятие, на предприятие, где он работает, Кировский молочный комбинат. Он сказал, что никак не сказал, что есть возможность у любого юридического лица заключать прямые договоры на вывоз мусора и платить будешь по факту. Может быть, я что-то не так поняла, или это действительно так, и тогда предприятия вообще никак не пострадали? Светлана, ну вот смотри, тут тоже с двух сторон надо посмотреть на эту ситуацию. Есть предприятия, которые всегда платили по факту. То есть у них были заключены договоры с компанией, может быть, САГ, компанией Куприд, с кем-то ещё. И они всегда платили по факту, в зависимости от того, какой у них график вывоза, какой у них объём мусора и так далее. Что касается этих компаний, то да, были подтверждены объёмы, были сделаны паспорта отходов, они заключили контракты на вывоз, и мусор выводится. Проблема, наверное, в том только, что стоимость вывоза мусора выросла примерно в 3,5-4 раза. То есть нагрузка на предприятие выросла существенно с точки зрения вывоза мусора. Есть вторая сторона этой ситуации, есть юридические лица, их огромное количество, как правило, это малый и средний бизнес, причём, которые никогда за вывоз мусора в принципе не платили. То есть они пользовались баками жильцов, заключали какие-то соглашения с управляющими компаниями. И не заключались. У них нет вообще своих мусорных баков, у них нет даже технической возможности разместить эти баки, потому что для этого нужна площадка. И самая большая проблема в том, что они не могут сейчас заключить договор по факту, потому что они не могут подтвердить свои объёмы и сделать эти паспорта отходов, потому что они никогда в жизни этим не занимались. Поэтому большинство компаний, которые существуют в Кировской области, ну, возьмём, так, не компания, а юридических лиц, сейчас вынуждены платить по нормативу. Норматив изначально позиционировался всё-таки больше как санкция, а не как возможность объективно оценивать объём мусора. Соответственно, там цифры, ну, если здесь в 3-4 раза больше, то там они больше, наверное, раз в 10, относительно того, что было раньше тех расценок, которые были раньше. И как им решать этот вопрос? На самом деле, очень болезненный вопрос, потому что мелким компаниям, какой-то офис, там, 100 метров, они приходят счётом на 100 тысяч рублей. Да у них рентабельность бизнеса просто их убьёт этот счёт, по большому счёту. То есть надо тут или пересматривать норматив, который сейчас существует, или всё-таки пытаться заключить с ними договоры по факту, но помочь им в организации этих мусорных площадок, помочь им сделать эти паспорта, определить хотя бы примерные нормативы с точки зрения объёма. Сделать вот этот график. Это проблема, это серьёзная нагрузка. Потому что нагрузка на бизнес, она даёт нагрузки на всё. Потому что их услуги становятся, ну, грубо говоря, дороже. Их зарплаты падают, соответственно, потребительские способности тоже падают. Нагрузка очень серьёзная. И вот, на самом деле, очень переживаю за бизнес, как вот они пройдут эту ситуацию с тем, с чем они сейчас столкнулись. И последний вопрос, что касается мусора. Мы всё время сравниваем себя с другими регионами и стараемся делать это в сравнении с регионами, которые находятся по соседству. Вот в соцсетях размещался ролик, очень многих мы знакомят, наших экспертов, которые сюда приходят. Это ролик, который правительство соседней республики создало, такой социальный ролик. Они рассказывают, как в Чебоксарах сортируются, перерабатывают мусор. Они показывают прям очень ярко производство, каждый буквально уголочек техники, все этапы поступления мусора на это производство, его сортировку, утрамбовку, куда и что идёт. И смотришь, и понимаешь. Вот на этот ролик смотришь, люди обсуждают, и понимаешь. Зачем? Зачем и куда идут наши деньги. А вот если бы в данный момент Кировская область снимала бы социальный вот такой ролик, который объяснял бы нам, как у нас работает мусорная реформа, что бы мы увидели? Было бы здорово, если бы такой ролик появился. А что бы мы увидели? На самом деле было бы здорово, если бы нам всё-таки всему обществу, не каким-то конкретным людям, всем нам показали, каким образом формируется всё-таки тариф. Вот это именно его инвестиционная составляющая. Потому что тариф — это объём, умноженный на сумму, стоимость транспортировки и утилизации конкретного куба мусора. То есть это как раз сортировочные станции, это логистика, это переработка. Вот буквально вчера у нас президент Владимирович Путин сказал, что цель мусорной реформы — это переработка. Тогда хотелось бы узнать, когда в Кировской области она начнёт действовать, когда появится предприятие, где оно появится. Если оно появится через 5-7 лет, почему тогда сейчас в тарифе должны быть какие-то затраты, связанные с этим? Если появятся мусоросортировочные станции через год-два-три, почему сейчас эта стоимость находится в тарифе? То есть тариф реально можно снизить, изучив вот эту инвест-программу. Потому что покупается транспорт, там много единиц транспорта. Почему жители города должны платить за этот транспорт, если он в итоге останется в собственности частных компаний, частных юридических лиц? Соответственно, эти мусоросортировочные станции, кто будет собственником этих мусоросортировочных станций, построенных за счёт жителей города и области. Да. То есть, может быть, там и всё как раз гладко, но, к сожалению, нам это не показывают, не рассказывают. Мы об этом не знаем. Начинают возникать вопросы. То же самое логистика. То есть, огромная затрата в тарифе — это логистика на вывоз мусора. Мы же прекрасно понимаем, что если в каждом районе Кировской области будет свой полигон, то вот это логистическое плечо, оно уменьшится в разы. И стоимость тарифа может упасть на 100 рублей, на 200 рублей. Это же очень серьёзно скажется в итоге на тех затратах, которые понесут жители Кирова и области. На эти все вопросы хотелось бы, конечно, получить ответ. Потому что цель всё-таки — это не собрать больше денег. Цель всё-таки — это сделать переработку и сортировку мусора. Цель всей этой реформы. Классная цель, прекрасная. Но как мы к ней придём? В каком году? Если бы вот эта, скажем, дорожная карта была в публичном доступе, и там было всё расписано, наверное, бы вопросов, в том числе у митингующих, было бы значительно меньше. Следующий вопрос, который мы сегодня разберём с Анрием Березиным, членом общественной палаты Кировской области, это вопрос уборки города, зимнего содержания дорог. Но прежде чем к нему перейдём, я спрошу о твоих впечатлениях по поводу нынешнего сезона. Всё-таки хотелось бы дать, чтобы это дало оценку уходу с поста руководителя управления дорожной и парковой инфраструктуры Кирова Альберта Гутнова. Альберт Валентинович ровно год проработал в этой должности. Честно говоря, открылся он для СМИ не очень давно и сразу же закрылся. Буквально там пару месяцев мы с ним пообщались. И в эфире он оставил приятное ощущение, но потом выключился телефон, а потом мы узнали, что по собственному желанию он ушёл. Шульгин же, сети-менеджер, пояснил, что было слишком много претензий, человек не справился. И его отпустили по собственному желанию. Не прокомментируйся. Так это всё-таки отставка ухода по собственному желанию? Я лично не знаю Альберта Гутнова, чтобы характеризовать его какие-то качества как профессионала, специалиста. Мне просто не очень... Вообще нравится всегда, нравится всегда ситуация, когда, ну, частая смена ключевых таких вот кадров, которые какое-то время нужно новому человеку вникнуть в процессы, какое-то время выстроить определённую стратегию. И результат, как правило, в таких серьёзных вопросах, как уборка мусора, ну, сразу не увидеть. То есть он, вот эта стратегия начинает реализовываться, если она правильная, через какое-то время, может быть, год-два мы видим реальные изменения. По поводу уборки города, ну, вот моё мнение, наверное, я скажу так, да не хуже, чем раньше, да, и не лучше, чем раньше. Хотелось бы большего. Каждому из нас хотелось бы большего. Как этого достичь? Ну, есть разные способы. Можно увеличить бюджет, можно изменить систему, можно, там, не знаю, увеличить штат, ещё что-то. То есть, ну, не нам это с вами решать. Плохо, что человек проработал год и уволился. Это плохо. А до него человек проработал меньше года и уволился. Тоже очень плохо. Команда, она должна быть стабильной, когда есть эффект. Ну, вот не видим, кстати говоря, Ященко, господина первого заместителя сити-менеджера. В прошлом году несколько человек ушло, которые пришли в новую команду. И такое ощущение, что сити-менеджер один, вообще, как перст. Совершенно. Вот какие-то люди появляются, потом они уходят, появляются, появляются, а все претензии, которые, по крайней мере, звучат в этой студии, направляются только одному человеку. Мне даже приходится иногда наших экспертов там останавливать и говорить, ну, подождите, но у нас же есть ещё мэр города, депутаты, сотрудники. Илья Вячеславович, он взял удар на себя, это очень мужской, с его стороны, конечно, поступок, но ему тяжело. Что происходит? Никто не хочет в Кирове работать, в администрации, в команде топ-менеджера? Ну, Светлана, во-первых... Приезжие, приезжие, не проработав и год, все уезжают. Уровень зарплаты мне очень высокий. Серьезно? Ну что, 50-80 тысяч рублей не очень высокий. Ну, для общероссийского уровня, с такой ответственностью, которую они несут своими действиями, с таким количеством процессов, на что они влияют. Что значит не привлечь специалистов высокого уровня? Мне тяжело привезти сюда человека из другого города, потому что человек из другого города, ему кроме, если сравнивать его, скажем, с человеком, который здесь живёт, родился, у него возникают определённые дополнительные затраты. Там, там, на поездки к семье, на квартиры, там, ну, вообще новая среда для него абсолютно. Это тоже стресс своего рода. Зарплата неприемлемая для иногороднего специалиста. Ну, для супервысококвалифицированного специалиста, я думаю, что на эти деньги человека не привезти. Человека можно привезти на идею только или на какую-то карьерную историю, которому нужно показать какую-то историю успеха на нашей территории для того, чтобы двигаться по карьерной лестнице куда-то вперёд и дальше. Он показал историю успеха. На втором сроке его забрали. Так кого вы имеете в виду? Я имею в виду Никита Юрьевича Белых, для которого это было желание показать историю успеха. Просто другими вещами, наверное, не замотивировать хорошего специалиста приехать сюда. Ну, как-то не мотивируется, видимо. Ну, надо искать... Невозможна история успеха в Киренах? Надо искать внутренние резервы, обучать. Да можно сделать историю успеха в Киренах. Везде можно сделать историю успеха. Ну, в данном случае, видимо, кадровое решение, судя по результатам, которое мы видим, было не очень успешно. Окей. Следующий вопрос, который обсуждался вчера с Шургинем, который был у нас в прямом эфире, это служба эвакуаторов. Если уж мы заговорили о дорогах и о том, что невозможно их чистить, и о том, что ГИБДД и подрядчики жалуются на автомобилистов, которые паркуют свои автомобили неправильно, мы задавали такой вопрос сити-менеджеру и говорили, что у вас была идея создать муниципальную службу эвакуаторов, а в этой зимой мы даже частников не видим, хотя их 6 штук, не машина, частников, с несколькими машинами в этом городе существует. Что происходит? Илья Вячеславович сказал, что есть договоренность теперь с правительством Кировской области. Часть штрафов, которые ГИБДД получает от наших нарушений, теперь будет направляться в муниципалитет. Я не знаю, мы спросим еще губернатора, подтвердить ли он это. И за счет этого будет создана муниципальная служба эвакуаторов и штраф стоянки. Не знаю, почему не срослось в этом году. Очевидно, что денег не было на организацию такой службы. Вот честно, что... Нужны ли они для организации этой службы деньги? Может быть, можно попробовать ее реализовать через какое-то частное государственное партнерство? У нас ГЧП не работает в городе, ты не знал? Нет ни одного примера эффективности. Но это не значит, что она не может работать. Я просто, если мы касаемся сейчас службы эвакуации, я, кстати, вот сказал, что я с Гутного не знаком, а я вспомнил, что знакомый, я с ним один раз общался как раз на эфире «Эхо Москвы», вот здесь у вас, в начале осени. И тогда я ему задал этот вопрос, вот говорю, вы лично год назад говорили, что будет создана вот эта служба, и он так мягко ушел от этого. Да, это было осенью, правда. Еще было время, чтобы создать позицию. То есть об этом говорилось год назад. Я это точно помню. За счет бюджетных средств реализовать это сложно, но это можно попробовать реализовать за счет какого-то партнерства, скажем, с частными лицами, потому что это же деньги. То есть создать штрафстоянки. И зарабатывать на этом. В других регионах на этом зарабатывают. Почему в Кирове, в Кировской области, ГЧП никогда не прокатывает? Мы видим, опять же, давайте ориентироваться на тот же Ижевск, на тот же Татарстан. Там везде ГЧП реализуются, особенно в каких-то дорогостоящих проектах. В конце концов, в Татарстане, в Казани, один из самых дорогих и самый современный на данный момент аппарат, который используется в радиотерапии с онкобольными, закуплен в рамках ГЧП, потому что не потянуть даже бюджету Татарстана такой аппарат. Но они идут на это. А в Кирове нет ни одного примера ГЧП. И ни при прошлой власти, ни при позапрошлой власти, не нынешняя власть на этом не идет. Ну, рано или поздно точно появится такой пример. Потому что к этому все равно мы придем. Проблема сейчас... Ты считаешь, что службу эвакуаторов нужно организовывать как государственное частное партнерство? Если мы хотим быстрого решения и наименее затратного, то это самый простой путь. Но есть одна проблемка. Одна большая, но маленькая проблемка. Сам просто сталкивался с такими ситуациями. Чистили какую-то площадку, наняли эвакуатор, стоит машина-проснежник, а эвакуировать ее можно только в присутствии сотрудника ГИБДД. Вызвали сотрудника ГИБДД, 6 часов его ждали. Их очень мало сейчас. Там прошло серьезное сокращение. Для того, чтобы эффективно чистить ночью улицы, сотрудник ГИБДД должен находиться в каждом эвакуаторе. Едут, чистят, едут, убирают. Поэтому вот еще проблема огромная и здесь. Каким образом это реализовать? Можно через партнерство 200-300 эвакуаторов. Люди купят, если будут понимать, что они окупят там через какой-то период. Их надо 200-300 ГИБДДшников. Ну, по сути, да. Или хотя бы там на 2-3 машины одного. Вот это тоже очень важный вопрос. Как его решить? Потому что у нас нет возможности в городской администрации влиять на кадровую политику, федеральной структуры, которая просто автоинспекция наша бывшая. Вот это вопрос надо тоже очень важно решить. Тогда можно двигаться куда-то вперед, куда-то дальше. Потому что, ну, на самом деле, я прекрасно понимаю подрядчиков, которые убирают снег, когда они говорят, да мы бы с удовольствием почистили там улицу Труда или там улицу Орловскую, или еще какую-то улицу. Ну, не очень широкую, это там центральная улица. Мы приезжаем туда, там с обоих сторон стоят машины, там проезд 2 метра всего, и мы не можем ее вычистить. К нам претензии, но мы не можем реализовать услугу, которую мы должны реализовать. Андрей Березин, ты его особое мнение, мы слушаем и продолжим слушать через 1,5 минуты. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает сегодня Андрей Березин, сегодня общественная палата Кировской области. Я должна вот какой комментарий у тебя взять. И как у члена общественной палаты, и как у папы, и как у жителей этого города. Как ты смотришь на эту ситуацию, потому что мнения есть разные. Мы обсуждаем ситуацию, которая стала показательной такой историей по детским садикам и путевкам в детских садах. Это речь идет о детском садике номер 41, о заведующей, которая попыталась решить две проблемы сразу в одном, одним механизмом. Что она сделала? Она предоставила четыре места в детском саду малышам от трех лет на те места, которые не были востребованы. То есть путевки были выданы, но на дети не ходили по разным причинам. Кто-то придерживал путевку, потому что неудобно было ходить в этот детский сад, кто-то болел очень долго. При этом она пыталась решить кадровую проблему в садике. Не хватало, традиционно у нас не хватает. И это озвучено городской администрацией. 53 вакансии у нас прямо сейчас. 53 на город не хватает. Она наняла двух воспитателей, одного помощника воспитателей и одного медработника. А медработника в садике больше года не было. Здесь родители, которые приходили к нам на эфир, рассказывали. В результате решили произвести зачистку в детских садах, как поясняется. И вот это такая показательная история, которую на примере заведующей сделали. Детей высадили, этих которых 4 человека занимали эти места. Все, их в детском садике нет. Они дома. Родители, которые были трудоустроены, соответственно, на грани, получается, потому что они нарушали вместе с заведующей. И медработник уже написал заявление в уходе. И, соответственно, вот эти оставшиеся тоже на грани. Заведующий уволняет по статье за нарушение закона. Родители стали, всего садика, стали собирать подписи в защиту заведующей. Она их очень устраивает. А Шугин здесь же у нас озвучивает позицию, что закон есть закон, нарушать никому не позволим. И дальше продолжим такую практику. Считаешь ли эту ситуацию ты однозначной? Какая вообще твоя позиция по этому поводу? Любая такая ситуация, конечно, здесь совсем однозначная. Позиция «закон есть закон», она правильная. Безусловно, правильная, потому что вот эта ситуация, она такая. Может быть, другая ситуация. Создавать вот эту порочную систему, когда, ну, если очень хочется, то можно неправильно. Вопрос, наверное, в другом, о причинах, почему эта ситуация произошла. Должны ли работники детского садика иметь льготы? А у них были годы до 16-го года, когда московское правительство отменило ее, потому что в Москве-то все хорошо с этим уже стало. А мы 17-го году... Понимая, где мы живем, понимая тот кадровый голод, который есть сейчас, эти вакансии, должны ли они иметь льготы? Мое мнение, что должны. Можно ли нарушать закон? Мое мнение, что нет. Как-то так, наверное. Потому что, ну, нельзя здесь однозначного какого-то решения найти. Нужно ли там по статье увольнять жестко? Наверное. Если есть возможность этого не делать, можно этого не делать, можно понизить, можно там выговор, в конце концов, у человека сделать, потому что, ну, если у нее не было умысла получить какой-то доход дополнительный, личный, да, если не было умысла получить какие-то для себя личные преимущества, наверное, нужно быть немножко тут. Продание какое-то человеку проявить, если действительно целью этого человека были сделать качественные услуги, которые оказывает этот детский сад выше. А насчет того, что у работников детского сада, школы, да, должны быть льготы для того, чтобы их детки гарантированно, я думаю, что должны, потому что такие льготы, они существуют. Они существуют для других категорий, там, госслужащих. Если бы их в принципе не было, эти льготы, все жили бы, скажем, в равной системе, ну, тогда, да, тогда вопрос спорный. Но эти льготы существуют, если они существуют... Для судьи, для работников... Ну, да, 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 да. То есть, если такие льготы существуют для других госслужащих, то для работников детского сада такие льготы должны быть. Могут ли они поступить, ну, имеется в виду, там, начальник департамента образования, более мягкое в отношении женщин? Если правовое поле позволяет, то, думаю, должны. Понятно. Следующий вопрос, который я попрошу тебя прокомментировать, это история с Куменским водоводом, многострадальным, который будет простаивать еще не менее года. Навигатор пишет, с особыми на слова главы администрации Кирова Ильи Шульгина, он говорит, что готовится конкурс на разработку проекта достройки объекта, затем нужно будет получить федеральные деньги снова и на сами работы. Таким образом, строительство, которое началось в 2013 году, меньше 19, товарищи, должно было завершиться в 2015, возобновиться не ранее 2020 года. И само строительство не займет много времени, чиновники говорят. Но, тем не менее, и финансирование было заморожено, и разобрано много чего было, и вообще теперь непонятно этот Куменский водовод. Его же почему приостановили? Он за время постройки устарел, морально устарела, а, собственно говоря, вся техническая документация и конструкторские решения. Комментирует. Да. Проживет ли город до 2020 года без водовода? Думаю, что проживет. У нас, слава богу, нет таких жестких климатических условий. Я помню, одно лето было, лет 7 назад, действительно, воды немножко не хватило тогда для города, но это было просто жуткий. И там июль месяц, 40 градусов в течение 3 недель держались. Спокойно город проживет до 2020 года, но водовод надо достраивать, потому что туда вложены огромные деньги, уже дело, ну, не знаю, из принципа для того, чтобы все-таки эти деньги были не закопаны в землю просто, а дали какой-то эффект, дали какой-то результат, который может привести, во-первых, к безопасности, во-вторых, может быть, к качеству воды. Ну, безусловно, надо достраивать. Вопрос, кто это будет делать? Мое мнение, что это все-таки должна делать какая-то федеральная компания, потому что то, с чем мы сейчас столкнулись, ну, мне почему-то кажется, что компания, к чувству, наверное, не сможет достроить. Этот проект в силу той ситуации, которая у компании происходит, в силу той истории, которая вообще произошла, я так понимаю, с компанией, в каких-то ситуациях не расплатились, я так понимаю, что они с большими убытками сейчас находятся. Федералы надежно, ты считаешь? Есть кого спросить. Вот, наверное, так. Во-первых, есть кого спросить. Во-вторых, под федералов федеральные деньги выделяются как-то легче. Как-то больше шансов, что они будут выделены, что с людьми рассчитаются, и в итоге мы получим работающий, скажем так, водовод в какие-то там вменяемые сроки. Да, кстати, пока мы с тобой говорили, вышла новость, что заведующую детским садом не уволят за нелегальный прием детей, Ирина Ведерникова не будет уволена, останется работать в своей должности. Новость есть на сайте. Может быть, благодаря нам с вами. Да. Ну и последняя история, которую я попрошу тебя коротко прокомментировать, у нас есть три минуты до окончания эфира, это новость, которая была, в общем-то, сформулирована ОМВД России по Кирову. Начальник отдела исполнения административного законодательства этого подразделения Илья Ульянов сказал, что хорошо бы рюмочные снова отодвинуть подальше от школы, увеличить расстояние до 100 метров вместо сегодняшних 20. Как ты к этому относишься? И как предприниматель тоже? И как отец? Ну, я не очень понимаю то, что вот сейчас сказано, что такое рюмочные. У нас в свое время были приняты определенные действия, еще бывшим главой ОМВД, именно по борьбе с рюмочными. Я считаю, что действия были очень эффективны, и действительно ситуация в городе с точки зрения безопасности изменилась. Потом произошли изменения в федеральном законодательстве. Теперь на региональном уровне все, что связано с продажей алкоголя в объектах общепита, регулировать право не имеет. Поэтому каким образом они собрались рюмочные отодвигать от общественных, каких-то социальных объектов, я, честно говоря, с точки зрения закона не очень понимаю. Ну, вот если говорить о заведениях общепита, то Ульянов сказал, что он не предлагает рестораны закрывать. Он говорит, что если заведение открыто, а по факту это рюмочное, и там только яйцо с майонезом, больше ничего, ну, видимо, только еще и водка там, например, водка и яйцо с майонезом. Я вообще не знала, что все еще существуют такие забегалки. Вот, то это надо расстояние увеличивать. Депутаты, кстати, Гордумы поддержали эту инициативу. Они хотят поручить городадминистрации изменить правила размещения торговых заведений с алкогольной продукцией. Ну, это коснется магазинов, это не коснется объектов общепита вообще. То есть в магазинах можно разливать и яйцо подмелать? Я вам еще раз говорю, насколько мне известно, федеральный закон не дает регионам право регулировать деятельность с точки зрения продажи алкоголя именно для объектов общепита. Но даже если я ошибаюсь, мне кажется, что это не так, то каким образом будет все-таки определяться критерий, рюмочный, это не рюмочный, это субъективный какой-то будет фактор, это будет личное мнение чьего-то, или это будут какие-то категории. В свое время это была категория количества посадочных мест, наличие гардероба, ну, какие-то конкретные вещи, когда можно было этот объект четко характеризовать, соответствует он этому понятию или не соответствует. Еще раз говорю, решение было абсолютно правильное, по моему мнению, оно дало эффект. То есть действительно, там, безопасность на улицах, там, количество отравлений, ну, реальная уменьшенность. То, о чем говорят сейчас, ну, надо смотреть нормативную правую базу, мне кажется, они не очень, как бы до конца разобрались пока вот в этой истории. Ну, надо сказать, что это все начиналось когда-то Сергеем Солодовниковым, главой регионального МВД, 7 лет назад. Вот тогда, кстати, эта норма действовала 100 метров от образовательного учреждения, но в 2015 году вернули норму в 20 метров. Нет, норма в 20 метров с точки зрения торговли, она была всегда. Именно с точки зрения торговли. Он носил изменения именно в связи с объектами общепита. И это было действительно эффективно. После этого, насколько я помню, изменилось федеральное законодательство, и регион больше не может самостоятельно регулировать это расстояние. То есть это только на федеральном уровне можно, скажем так, регулировать вот эти расстояния, именно касаемо общепита, не касаемо торговли, не касаемо магазинов. Тогда мы зададим вопрос и депутатам, и, наверное, городадминистрации, что они имеют в виду. Ну да, надо разбираться. Есть ли какая-то задача? Потому что если это касаемо магазинов, то это коснется продовольственных магазинов, соответственно, каким-то там мини-маркетов и так далее и тому подобное, где не разливаются. А если это не касается магазинов общепита, все-таки вот этого самого, ты за или против увеличить состояние? Дело не в этом. У меня разумное сомнение, что есть правовая норма, позволяющая это сделать. Не важно, за или против. То, что в свое время было сделано, еще раз говорю, по трюмочным, было правильно. Это дало определенный эффект. То, что хотят сделать сейчас, ну, надо понять, что они хотят сделать сейчас. Понятно. Вот это понятна твоя позиция. Андрей Березин, ты его особое мнение. Мы сегодня слушали. Спасибо тебе, приходи еще. У микрофона работала Светлана Занько. Программа завершена. До свидания.